...мозгу Гюнтера и размножил в искусственной среде. Потом их взвесью заселили заготовку кости. На этой фотографии видно, как будущие костные клетки тянутся и обрастают неровности. Пациента стали готовить к операции. Мы поместили заготовку в разрез спины, и через две недели, когда клетки стали развиваться в костные, достали и пересадили на место челюсти. Первая за многие годы настоящая сосиска. Первые отчётливые слова. Теперь я могу себе позволить есть то, что я хочу. Революционная идея была в том, что новый орган впервые в мире вырастили внутри самого человека, в мышцах его собственной спины. На второй стадии после кости мы начинаем выращивать хрящ. Потом нам нужно научить эти две ткани расти вместе, и тогда мы получим сустав. И совсем отдалённая цель – выращивать ткани со сложной архитектурой, такие как печень. Это почти божий промысел. Но первый пациент до триумфа клеточной биологии не дожил. Став общей немецкой знаменитостью, Гюнтер охотно принимал приглашение на конференции и шоу, где ему щедро наливали любимый шнапс. Его нашли на улице мёртвым. Сердечный приступ на фоне алкогольного отравления. Но кость, сделанная доктором Варнке, была в отличном состоянии. Музыка из фильма «Топ Ганн» – слова Владимира Миронова и его коллег по лаборатории. В Южной Каролине, выходя из России, тоже делает запчасти для будущих бессмертных. Лет через 20-25 можно будет сделать первый завод по производству почек, которые можно будет пересаживать больным. Однажды в лаборатории Миронова заменяли струйный принтер на современный. В этот момент его осенило. В прибор можно зарядить не чернила, а суспензию стволовых клеток, которые дают начало разным тканям. Если завести на компьютер программу построения органа, принтер просто напечатает его на подложке. Столько копий, сколько требуется. Сюда добавляем живые клетки, заполняем вот этот автоматический шприц. Он двигается согласно программе в заданном направлении. В течение 10-30 минут можно напечатать всю почку. Не только кости и фрагменты почек. Из стволовых клеток крысы уже удалось создать маленькое бьющееся сердце. Кажется, до создания фабрик запчастей совсем близко. Но при старении часто бывает, что организм изнашивается целиком. Каждая его клетка. Это наследственный аппарат клетки, хромосомы. В них уложена молекула ДНК и записаны инструкции на все случаи жизни. Ирина Воробцова исследовала образцы хромосом у сотен людей разного возраста. И выяснила, по мере старения они ломаются и склеиваются друг с другом. Чем больше ошибок в носителе информации, тем чаще происходят фатальные сбои в организме. Количество этих поломок и есть истинный показатель возраста. Про одного человека, говорят, выглядит как огурчик. Про другого смотрится на все сто. Интересно, можно ли объективно измерить биологический возраст человека? Мы с геронтологом Виктором Михельсоном решили поставить эксперимент на себе. Сколько вам лет, Виктор Михайлович? Мне 73. А мне 41. Узнаем, сколько нам лет на самом деле. То есть надо сдать кровь. Вам 40 лет. 40 лет, да? Вы должны иметь уровень хромосомных аберраций где-то от 0,5 до 1. У вас до 1%. Значит, вы укладываете свой календарный возраст. У Виктора Михайловича процент хромосомных поломок у него равен 4. Угу. Это соответствует где-то возрасту, там, не знаю, 90 лет. Но я думаю, что это связано с тем, что Виктор Михайлович все-таки пребывал в зонах радиационного загрязнения несколько раз. Среди тех, кого исследовала Ирина Воробцова, были и больные прогиреи. Этому человеку по паспорту 26 лет. Почти 2% транслокации. Это соответствует 56 плюс-минус 4 года лет. Десятилетнему Кристиану тоже делали такой анализ. Его биологический возраст перевалил за 80. Наука может это объяснить, но не изменить. Отменить же старость хочется не там и тогда, а здесь и сейчас. Сразу после рекламы. Помогут ли маленькому Кристиану достижения современной науки? Тайна часов смерти, наконец, разгадана. В наших клетках тикают таломеры. И с их помощью можно обуздать и старение, и рак. Почему за это дали Нобелевскую премию американцам? И обошли русского ученого Оловникова? Все это после рекламы на НТВ. Дождались. В 2009 году за разгадку одной из тайн часов смерти дали высшую награду – Нобелевскую премию. Элизавет Блэкберн 20 лет малула микроскопических узорий, ставила тончайшие генетические эксперименты и обнаружила механизм, отмеряющий клетки предельное число делений. Кончики хромосомы – так называемые таломеры. Вот игла в Кащеевом яйце – часовой механизм старения. Мы обнаружили, что с ходом клеточных делений таломеры постепенно укорачиваются. Клетка и весь организм стареют. Мы также нашли, что хронический стресс укорачивает таломеры. И это может объяснить, почему некоторые люди стареют ускоренно. Среди этой блестящей публики – аристократов, крови и духа – вполне мог оказаться и русский биолог Алексей Аловников. В 1971 году, когда Блэкберн еще и не приступал к исследованиям, он в деталях предсказал роль таломеров в процессе старения. Но только на бумаге, а не в пробирке. Я размышлял долго насчет того, каким образом клетки могли бы определять, сколько они сделали делений, а клетки умеют считать. Осень 1971 года. Задумчиво пиная листья, Алексей шел по привычному маршруту из университета в метро. Из головы не выходило. Часы смерти должны быть очень простыми. И их устройство напрямую вытекает из структуры ДНК. знаменитой двойной спирали. Если ее распрямить, будут рельсы. Две очень длинных нити, которые при делении копируются. И вот такой, я теперь понимаю, был мозговой штурм такой. Вот, ну как, что, почему? И ответа нет. И ответа нет. И когда я вошел в метро, и в этот момент совпало, я спустился в метро и с грохотом Идет, останавливается поезд. И тут, боже мой, так вот, все. Все уложилось сразу, воедино. При каждом клеточном делении обе вновь возникающие клетки получают одинаковую генетическую информацию. Поэтому перед делением каждая молекула ДНК удваивается. А Ловников представил, что ДНК это рельсы, а поезд, который по ним движется, это и есть фермент, который делает ее точную копию для дочерней клетки. Получается, тот кусок, который находится под поездом, не удвоится. Соответственно, и новый путь будет короче ровно на длину состава. Каждая следующая копия будет еще короче, пока вся теломера, фрагмент ДНК, к которому может прикрепиться фермент, не израсходится. Вот три клетки. С виду они абсолютно одинаковые. Но эта самая молодая поделилась всего пару раз. Эта, можно сказать, среднего возраста успела произвести 30 копий. А эта 49. Но никаких внешних отличий вы не найдете. Все различия в кончиках их хромосом. Позже их назовут таломерами. Вот они светятся розовым. У самой старой клетки хвостов почти не видно. Больше она делиться не будет. Будильник смерти зазвонил. Вот как оно выглядит, клеточное самоубийство. В нашем организме есть два вида вечно молодых клеток. Половые, потому что мы не наследуем возраста наших родителей, когда появляемся на свет. И раковые, потому что делятся бесконечно. Поэтому, заключил Аловников, эти клетки должны обладать каким-то ферментом, который достраивает концы ДНК до исходной длины и обнуляет их возраст. Этот фермент и будет внутриклеточным эликсиром бессмертия. Сейчас она называется таломераза. Вот эта вот компенсаторная ДНК-полимераза, она была обнаружена много позже всех этих моих предсказаний. Аловников еще раз внимательно взглянул на уходящий поезд. Этот октябрьский день окажется самым важным в его жизни. Идея была заброшена в головы сотен ученых. Десятки лабораторий стали искать часы смерти внутри молекулы ДНК, забыв о том, кто эту идею придумал. Но в течение 25 лет подтвердились все его предсказания. И о роли таломер старения. Именно здесь находится ключ к пониманию старения. Тех болезней, которые приводят к старению. И о том, что в половых и раковых клетках часы смерти останавливаются и даже идут назад. Клетки больных прогирии тоже подтверждали его догадку. Они плохо делятся, и таломеры у них короткие. Триумф казался близким. Научиться управлять таломеразой значит победить и рак, и старость. Газеты начали писать вот об этом, что клетки сделаны бессмертными. Человек овладел проблемой старения. Так тогда казалось. Весь ученый мир рукоплещет Блэкберн ее с автором. Ведь лучшей теории часов смерти не придумали. Тем временем ее похоронил сам автор. Обойденный премией Алексей Оловников теперь ищет эти часы в глубинах мозга. Старение начинается здесь. И ждет того, кто проверит новую теорию в эксперименте. На подтверждение первой ушло 25 лет.